И еще об одном громком процессе. В Абалонском райсуде столицы продолжают слушать свидетелей по делу о госизмене Виктора Януковича. Сегодня была очередь бывшего нардепа Андрея Сенченко во время Евромайдана. Он был комендантом Октябрьского дворца. И знал Януковича лично. Что рассказал, знает Павлина Василенко. Свои отношения с экс-президентом Януковичем Андрей Сенченко характеризует как служебные и политические. Знакомы с 1993-го. Общались во времена, когда Янукович был губернатором и премьером. Экс-президент, по словам нардепа, всегда опасался за свою жизнь. Янукович больше часа рассказывал мне о том, что когда он, будучи губернатором Донецкой области, приезжает в Киев, то он каждую ночь ночует в новом месте. Что меня пытаются убить, меня пытаются отравить и так далее. Но у меня сложилось впечатление, что у него навязчивая просто фобия. Но никогда не было такого, чтобы с отъездом президента на стеж были распахнуты двери администрации и бумаги валялись по коридорам. Именно поэтому я считаю, что то, что произошло вечером 21-го, это было именно бегство. Бежал в конце февраля, но подготовку к эвакуации, как утверждает Сенченко, Янукович начал намного раньше. Еще 3 декабря 2013-го из Межигорье вывезли три КАМАЗа с имуществом. На главный вопрос прокуроров, что известно об обращении Януковича к Путину о вводе войск в Украину, отвечает. Узнал об этом из СМИ, когда постпред России Чуркин зачитывал документ на заседании Совбеза ООН. Этот документ появился для того, чтобы выступить основанием для обращения Путина в Совет Федерации и для последующего получения от Совета Федерации разрешения на ввод российских войск в Украину. Вчера адвокаты Януковича заявили, их подопечный тоже хочет участвовать в процессе, но ему не дают. В прокуратуре утверждают, допросить бы Рады, вот только обвиняемый не идет на контакт. Януковичу надана возможность брать участь в этой видеоконференции через скайп-звязок или через специальную программу, судейскую программу. Депутат Сенченко показания давал 4 часа. Из-за этого не успели допросить всех, кого запланировали. В частности, военных, служивших в Крыму на момент аннексии. Их заслушают на следующем заседании, 10 января.